Всем привет! Меня зовут Диана, добро пожаловать на мой канал. Здесь я рассказываю про свою жизнь и учебу в Вене, и сегодняшний выпуск я хотела бы посвятить трем самым популярным венским университетам, у которых очень богатая история, и которые очень популярны среди иностранных студентов. Во всех государственных университетах Австрии для иностранных студентов действуют одни и те же самые вступительные требования. Стоимость обучения чуть больше 700 евро в семестр. Нужно сдать и подтвердить язык на уровень А2 и начинать с подготовительного отделения или на С1, если сразу же хочешь пойти на бакалавриат. Ну а также нужно соответствовать академической зрелости. Это значит закончить один год учебы здесь, и сдать все предметы, или же пройти первый курс в своей родной стране. Первый, самый известный университет Вены – это Венский национальный университет, и не даром его еще студенты неофициально называют «Хауптуне», что означает «главный университет». Он был основан в 1365 году, что делает его третьим старейшим университетом в Центральной Европе и самым старым университетом в немецкоязычном пространстве. Сейчас в нем учатся более 800 тысяч студентов с 120 разных стран, что делает его также первым по численности в немецкоязычном пространстве. В университете несколько корпусов, которые расположились в разных местах Вены. В качестве символа заведения выступает первый исторический корпус, который находится вблизи станции метро Шоттентор на Рингштрассе. Другие здания в основном находятся в первом и десятом районах. В настоящий момент в главном здании находится ректорат, большинство деканатов и главная университетская библиотека. Остальные же институты и кафедры рассредоточены по всему городу, поэтому, поступив в Венский национальный университет, вряд ли вы будете учиться в главном здании. В УЗИ учились 9 нобелевских лауреатов, 5 из которых получили премию в области медицины, 2 в области физики и по 1 в области химии и экономики. Университета множество партнеров, и администрация университета активно поддерживает программы обмена, по которым студенты могут поехать на семестр, обучаться в другом университете другой страны. На выбор предлагается обучаться на одном из 18 факультетов. Здесь можно изучать математику, физику, философию, историю, юрспруденцию, спортивные науки, даже есть факультет молекулярной биологии, а также физика, химия и многое другое. Также можно получить духовное образование на специализированных факультетах, католическом и протестантском. И что очень привлекает иностранных студентов, на некоторой специальности не предусмотрены вступительные экзамены. Нужно будет всего лишь пройти фазу стоп, такой период перед обучением, в который сдаются некоторые экзамены, и студент может для себя подходит ему эту специальность или нет, потянет он ее или нет. Второй университет – это Венский экономический университет. Недавно я перевела семена, от него я сейчас прохожу подготовительные курсы. Это один из самых популярных университетов в области экономики, бизнеса, менеджмента и финансов не только в Австрии, но и во всей Европе. Он входит в 1% лучших бизнес-школ мира и имеет тройную аккредитацию, что делает его очень популярным. В университете работает более 90 профессоров и более 400 научных работников, а почти из 25 тысяч учащихся 24% составляют иностранные студенты. Венский экономический университет известен не только своим высоким уровнем преподавания, но и очень крутым современным кампусом, который был построен не так уж и давно. Место для строительства было определено в 2007 году и проходило строительство по проекту, в создании которого принимали участие архитекторы из Вены, Лондона, Барселоны, Мадрида, Гамбурга и Сиднея. Среди них известный архитектор Заха Хадид. И сейчас та же библиотека является центром не только нового кампуса, но чуть ли не символом всей современной архитектуры Вены, является такой визитной карточкой города. И все классы и залы Венского экономического университета оборудованы по последнему слову техники, поэтому там часто проходят всякие ночные конференции и симпозиумы, но туристы приходят на территорию кампуса просто чтобы сделать красивые современные фото. Университет экономики предлагает три варианта обучения на бакалавриате. Это экономика и социальные науки на немецком языке, экономика и бизнес на английском языке, и бизнес-право на немецком языке, а также 15 программ магистратуры. Что еще очень необычно и здорово, что в университете действует клуб выпускников и центр карьеры, куда ежегодно более чем 800 компаний оставляют заявки на работу для студентов, поэтому Венский экономический университет отличный старт для карьеры в области экономики и бизнеса. Третий и последний университет, про который я хотела бы рассказать, это Венский технический университет. Здесь учится более чем 27 тысяч студентов, некоторые его считают самым успешным техническим вузом Европы, и он вошел в топ-100 лучших технических вузов мира. Изначально он носил название Политехнический институт, и был основан в 1815 году, а его создателем был никто иной, как сам император Франц Иосиф II. Все здания технического университета в основном расположены на площади Карлсплац, недалеко от других известных памятников культуры, например, Карлскирхе. Вокруг университета существует множество магазинов и студенческих кафе. Венский технический университет не ограничивается только обучением студентов. Здесь также находится крупный исследовательский центр с использованием современного оборудования и технологий. В учебных заведениях расположена большая лаборатория, центр электронной микроскопии, помещение низких температур, именно масштабная многоуровневая библиотека, архивы которой хранят труды важнейших исследований и открытия ученой о дате и основании университета и по сей день. В Венском техническом университете представлены факультеты архитектуры и градоустройства, электрики и электротехники, информатики, автомеханики и машиностроения, математики, геодезии, физики и технической химии. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если это видео было интересным и полезным. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.